СМИ пишут, что якобы в окружении Путина вспыхнул конфликт. Шойгу не поделил кабинет с Патрушевым. После назначения на пост секретаря Собьеза получил Майя новую должность. Шойгу не смог въехать в кабинет, потому что Патрушев лично попросил Путина оставить за ним этот роскошный кабинет. Имеется в виду, делали в кабинете или все же нет, как думаете? Вы знаете, это люди глубокого прошлого. Но прежде всего Патрушев. Это такое ископаемое. Хотя он мой ровесник. И люди в этом возрасте бывают разные. Но Патрушев это именно ископаемое, для которого размер кабинета и его местонахождение очень важны. Ну, бывают такие люди, да, с фетишизацией внешних признаков величия. Что касается реальных перемещений, то Патрушев, конечно, на месте, на том месте, в котором он занимался, в Китае Совета Безопасности, он обладал гораздо большей властью, чем и влиянием, чем Шойгу. Потому что он долго занимал этот пост. И он сумел обрасти определенными рычагами воздействия, влиянием. Шойгу сейчас практически на этом месте оказался как выброшенный на берег рыба. Без ресурсов, без финансов, без реальных людей, вот каких-то большого количества людей в подчинении, без собственных военизированных структур. То есть, на самом деле, в отличие от Патрушева, он, конечно, на этом месте весит намного меньше. Вот, поэтому, ну, а что касается кабинетов, то Шойгу сейчас в настоящий момент гораздо важнее все-таки каким-то образом удержаться на краю. Потому что, конечно, вокруг него вскрывается и рвутся мины все ближе к нему. Ну, так сказать, уже вокруг него, если брать его клан, то есть вот этот коррупционный клан в Министерстве обороны, частично в Московской области, то он практически уже выкашен весь. То есть, остался только он и Воробьев, не посаженный. А все остальные, так сказать, его приближенные, вот в этом клане Шойгу-Воробьев, они все оказались либо за решеткой, либо в отставке. Так что ему сейчас не о кабинете надо думать, а о перспективах его существования в рамках этой системы. То есть, вы сидите помалкиваете? Ну, да, то есть, на самом деле, что он в основном и делает. То есть, ну, на самом деле, и Патрушев, конечно, очень сильно потерял, потому что, так сказать, от такого человека, которого многие считали теневым кардиналом, он превратился, в общем, в такую довольно смешную фигуру. Я не помню, за что он, за кораблестроение, кажется, отвечает. Вот, ну, это, конечно, издевательство, учитывая, что Россия потеряла Черноморский плод, поэтому, так сказать, ну, вот тут много, много комичных нестыков. Я не думаю, что Путин сознательно, ну, просто он выбрал наименее значимую должность. Так что у Патрушева тоже. То есть, это два обломка кораблекрушения. Патрушев и Шойгу. Когда мы говорим о новом министр... ну, уже не новом, да, наверное, министре, вы, на этом не менее, о Белоусе, Игорь Александрович, имеется в виду, вы наблюдаете, вот, последнее время, имеется в виду, показывает ли он свою эффективность, либо вот это вот то, что 30% оборонный бюджет на следующий год закладывается, собственно, это и есть показателем его деятельности. Ну, это, да, это максимум того, что он может. Он же не военный, поэтому то, что происходит на поле боя, им мало регулируется, там, я думаю, что он вряд ли вообще вмешивается в дела Герасимова. Вот, а что касается его деятельности вот на этом посту, то, во-первых, это, конечно, бюджет, это довольно важно. Ну, и, так сказать, в какой-то степени свои функции вот этой вот новой метлы, которая должна мести по-новому, это большое количество арестов в Министерстве обороны, ну, скорее всего, тоже без него не обошлось. А 30% вот этот, в принципе, да, оборудованный бюджет, это доказательство и показатель чего? Ну, собственно, того, что Путин готовится к войне в долгую? Да, конечно. Ну, Путин готовится к войне вечной. То есть, на самом деле, речь идет о том, что пока Путин в Кремле, война, конечно, будет продолжаться. У меня особых сомнений в этом нет. Путин не может себе позволить остановить войну, потому что тогда непонятно, что он будет делать. То есть, что он будет делать? Он будет заниматься восстановлением? Ну, это не серьезно. Это для Путина... Это не задача, которую Путин может перед собой ставить. Поэтому я думаю, что война будет продолжаться до тех пор, пока Путин будет в Кремле. Никаких переговоров, я думаю, что не будет. Он сейчас показывает свое нежелание. Там в Европе были разговоры о том, что вроде бы как и Шольц не против с ним посоветоваться. Но у Путина нечего сказать сегодня европейским и американским визитам. Вадимир Зеленский говорит, что солдаты из КНД, КНД передает личный состав в российское войско и уже обсуждается активное информационное пространство. Наши волонтеры, военные, высший Тарас Чмут, он говорит о том, что Северная Корея может стать серьезным игроком, учитывая, что проходят обучение несколько тысяч, и даже они способны на некий прорыв на фронте. Как Вы считаете, насколько действительно может Северная Корея стать серьезным игроком в этой войне? Да нет, я тут, понимаете как, ну сейчас в настоящий момент на оккупированных Россией территориях находится некоторое количество инженерных войск Северной Кореи. То, что инженерные войска могут стать участниками этой войны, ну тоже очевидно. То, что северокорейские войска могут оказаться в том числе на фронте, ну тоже исключить нельзя. Но большая эффективность их вряд ли вероятна. во-первых, потому что все-таки Северная Корея никогда не готовилась к той войне, которую ведут сейчас Россия и Украина. Это другой тип войны, который требует не только пушечного мяса, но и достаточно высокой коммуникации на фронте. А учитывая языковой барьер, здесь, ну скажем так, какое-то количество пушечного фарша действительно Северная Корея может поставить. Насколько они будут эффективно действовать в условиях вот этой новой войны, когда, так сказать, все завязано на дроны, на разведку электронную и так далее, я думаю, что вряд ли. То есть угробить какое-то количество северокорейских граждан Ким Чен Ын и Путин могут. А переломить войну? Нет. Нет, конечно. А сам факт того, что ищет Путин солдат по всему миру, скажем так, и в частности в Северной Корее, и это свидетельство чего? Это свидетельство того, что ему не хватает пушечного мяса. И проявление этого не только попытки найти его в Северной Корее, но и резко возросшие цены за подписание контракта, там уже по 3 миллиона дают, это уже совершенно несъедобная цифра, 3 миллиона за контракт. То есть находить людей, которые готовы умирать непонятно за что, становится все труднее. Но вторым источником, то есть первый источник – это покупка, пушечного мяса, второй источник – это зайки, потому что сейчас фактически созданы условия, когда может прямо на ходу возбуждаться уголовное дело, и тут же перед человеком становится выбор. Либо ты подписываешь контракт, либо идешь в тюрьму. И в этой ситуации искусственных, вот таких вот сконструированных уголовных дел может быть неограниченное количество, потому что все понимают, что сидеть эти люди не будут, они просто отправляются на фронт. То есть это второй источник. И третий источник – это вот сейчас уже, сегодня у нас какое, 14-е, сейчас вот уже две недели, как идет призыв. Призыв – это, конечно, не та процедура, с помощью которой можно непосредственно наполнять фронт, укладывать пушечное мясо, но сегодня он призывник, буквально через несколько дней, под серьезным давлением, а в условиях российской армии давление избежать очень сложно, человек становится мобилизованным, то есть подписывает контракт, находясь в армии по призыву. Вот три основных источника. Первый – это, безусловно, покупка пушечного мяса, второй – это зэки, и третий – призыв. Есть ли здесь место для серьезного привлечения иностранных войск? Ну, не думаю. Я думаю, что это вспомогательная мера, потому что действительно Путину надо закрывать фронт. Он это делает в основном из первых трех источников, ну а Северная Корея, ну почему бы нет в хозяйстве все пригодится. То есть какое-то количество пушечного мяса из Северной Кореи может быть, но вряд ли это будет критическое. В основном вот эти три источника пополнения, так сказать, оккупационной армии. Продолжение следует...